Часто, говоря о крупных змеях, мы представляем себе кадры из фильмов ужасов, в которых гигантские рептилии олицетворяют собой первородное зло. Но чаще всего, несмотря на свои внушительные размеры, змеи сами оказываются в роли жертв, отчаянно сражаясь за своё право на жизнь. В нашей истории главным героям довелось нос к носу столкнуться с самой гигантской змеёй Южной Америки и выйти при этом сухими из воды. Произошёл этот случай в Колумбии более десяти лет назад. А началось всё с того, что в одно прекрасное утро в кабинете рейнджера по защите окрестных лесов от браконьеров раздался странный телефонный звонок. В силу своей профессии мужчина уже давно привык к тому, что ему приходится иметь дело с разными нестандартными ситуациями. Но то, с чем рейнджеру пришлось столкнуться на этот раз, повергло его в состояние глубокого шока. Дело было в том, что звонивший по телефону местный рыбак утверждал, что обнаружил на берегу гигантскую анаконду. Но самым шокирующим оказалось то, что, судя по характерно округлившемуся туловищу рептилии, она недавно позавтракала человеком. Такого на памяти пожилого рейнджера точно не случалось. Взяв в помощь молодого помощника, он на внедорожнике отправился к месту, которое было указано рыбаком. Как выяснилось позже, перепуганный насмерть мужчина сказал правду. На берегу и впрямь нежилась на солнце десятиметровая анаконда, в желудке которой легко угадывался профиль человека. Не зная, что именно предпринять в такой сложной ситуации, пожилой рейнджер задумался. С одной стороны, первой мыслью мужчины было убить змею. Но потом, понимая, что этим уже не спасти погибшего в пасти анаконды бедолаги, он отказался от этой затеи. Чтобы выяснить наверняка, сожрала ли рептилия человека или нет, рейнджер решил усыпить ее с помощью дротиков с транквилизаторами. После этого мужчина вызвал по рации подкрепление для того, чтобы отвезти гигантскую змею на базу. Там, раскрыв пасть змее, он намеревался исследовать содержимое ее желудка с помощью специального зонда. Стоит отметить, что для того, чтобы погрузить змею в небольшой грузовичок, понадобилась помощь двух десятков человек. За это время на берегу собралась толпа зрителей, которые жаждали вскоре линчевать рептилию с паров ей брюха. Но то, что ожидало рейнджеров на базе их охотничьего хозяйства повергло всех в шок. Забегая вперед, стоит сказать, что такого никто из приглашенных зоологов явно не ожидал увидеть. Дело было в том, что при осмотре желудка анаконды зондом был обнаружен человеческий манекен в натуральный размер. В этот момент многие из зоологов облегченно выдохнули. Все-таки как такового убийства не было. А значит, несчастное животное нуждалось скорее в помощи, чем в казни на глазах у разъяренной толпы. На то, чтобы извлечь манекен из желудка, находящийся в состоянии анабиоза змеи, у специалистов ушло несколько часов. Только тогда выяснилось, что несчастная рептилия стала жертвой хитроумной ловушки. Дело было в том, что внутри полого манекена оказалось специальное вещество, запах которого приводят этих гигантских рептилий в ярость, вызывая неукротимый приступ голода. Вот тут-то один из зоологов и высказал мысль касательно того, что такую бесчеловечную ловушку мог использовать только искушенный в своем деле браконьер. Дело было в том, что полый манекен напрочь лишал анаконду движения и не давал ей погрузиться в воду, действуя по принципу поплавка. Видимо, спровоцировав животное напасть на манекен, браконьер намеревался заполучить ценную добычу в виде гигантской анаконды, которую он мог продать живым весом либо по частям, учитывая высокую стоимость ее кожи. Конечно, многие могут осудить рейнджера за излишнюю щепетильность в отношении гигантской змеи. Но, с другой стороны, не окажись на месте опытного зоолога, анаконду попросту убили бы, лишив тем самым местные земли такого ценного экземпляра, способного давать потомство еще как минимум добрые десяток лет. Друзья, если вам понравилась эта поразительная история, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok